Привет народ, и мы поиграем сегодня в публичную альфу игры Among the Slip, которая сейчас находится на кикстартере. Вы можете дать немножко денежки разработчикам от 5 долларов до 10 тысяч, в зависимости от того, сколько вы хотите дать, всё нормально. Я им дал 20 долларов, поэтому даже... да, 20 долларов я им дал, потому что игра заслуживает внимания. Я видел её трейлер, и с того времени очень хотел в неё поиграть, и пожалуйста, ссылка, где можно скачать эту альфу для ПК, Мака и Линукса, в описании. Так что, пожалуйста, без вопросов в личку, где скачать, всё есть в описании. Хорошо, играем, посмотрим, что это за овощ такой. Так, спасибо, я поменял управление, мне уже неинтересно. Пора спать. Мы играем с двухнеки в мальчиках. Приятно снова, дорогой. Ну и что вы нам представляете? Я сплю тебе песен, которую не пела мама, когда была мать. Невероятно! Да! Невероятно! Нет! Хватит. Хватит. bung boost! Темniejsze! Вот мы просыпаемся в кроватке, там горит свет, это что-то медведь, какая-то голова у него очень большая. Интересно, это мы его двигаем или я его ножил? А нет, это его утаскивает какая-то мистическая сила. Знаете, это единственная игра, в которой мы играем за двухлетнего ребёнка. Так его кроватку кто-то куда-то везёт. И опрокидываем. Ни света, ничего. ФПС, кстати, стабильно на высоких настройках, с хорошим таким разрешением стоит. У меня 40 фпс сейчас. Потому что вполне можно даже больше выставить, ребята. Забачки, в принципе, рекомендуют играть при таком вот освещении. То есть я специально выставил гамму, ну, яркость. Я выставил очень низко, так как они рекомендуют играть с низкой яркостью. Так как больше контраст, во-первых, страшнее. Всё видно, ребята, это неинтересно. Не надо жаловаться, мне темно, я не вижу. Глаза открой пошире, всё будет. Я не знаю, ночью прекрасно всё вижу. Знаете, для меня ночью просто не всё тёмное. Для меня, ну, тёмно-синее всё ночью. То есть я, я вижу, серьёзно. Я ночью очень хорошо вижу. Это манеж. Давайте, революция лапа. Так, ладно. О, слоник. Единакет. Чёрт, темно-то как, а? Как у Некро дома. Можем забраться на стул. Видите, мы в пижамке со звёздочками. Классика. Загазите же. Чёрт. Так, мне там телевизор пашет. Так, забираемся. Видите, такие простые пазлы, скажем так. Я просто убежишься на телевизор. Мы и бегать можем. Страшная стиральная машина. Извиняюсь за контакты. Отвечно забываю отключить. Так, врубайся. Так, розетка у нас какая? Европейская? Да, европейская. Блин, как будто это должно кого-то волновать. Это мой мишка. Кто же... Он меня благовидит, кто же... Кто же тебя мог засунуть-то сюда, а? Мы... Нужно найти твою мать. Можем тут прятаться. Вроде тихо. Можем тут прятаться. Можем обнимать мишку, чтобы успокоиться. Так, я просто смотрю здесь... Здесь нет опции... Шагов нет. Здесь нет опции сохранения. В общем, видимо, если я слишком... Черт. Мы должны найти маму, малыша. Можем обнимать мишку, чтобы успокоиться. Можем обнимать мишку. Можем обнимать мишку. Кстати, вот и мы. Так. Проход завален в стул. Мне кажется, пройти надо где-то тут. Попробуем подняться. Тут, по-моему, опять включил стиральную машину. Это просто неблагоприятные звуки. Да нет, всё чисто. Горизон чист, офицер-сержант-медведь. Что-то вот должен быть... Должен же тут быть способ... Обойти место. То есть мы можем забираться на объекты. Я, как бы, знаете, мне кажется логичным, если мы здесь перелезли. Ребёнок может тут пролезть. Пролезть под столом. На, вот же. Вот же этот способ. Вот трубка. Трубка нашего папы. Молния. Да, под столом, наверное, безопаснее. Так, ползком мы передвигаемся быстрее, чем ножками. Согласитесь, ребята. Так, по-моему, мы под диван можем залезть. Нет, здесь мы не пролезем всё-таки. Законы физики соблюдены. Пролезть где угодно не получится. О, рисунок. Рисунок это милый. Везде шумы, скрипы. Но, в принципе, ничего сверхъестественного я пока не вижу. Вот так, как это моя тень. Показалось, что ли, где-то хлопнула дверь. Чё. Знаете, мне даже немножко страшно из-за вот этих звуков. Давайте мы обнимаем их в виде. Встанем сейчас с колен. Давайте обнимаем их в виде. Помещение сразу становится светлее. Чёрт. 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 О, чёрт, не-не-не, меня нет. Видите, малыш перебирает ножками, и выглядит это довольно-таки забавно. Я не жалею, что я заплатил свои кровные деньги, заработанные кровью и флотом, а, возможно, и другими нелегальными способами шучу. Ну, Мишка нам даёт уверенности. Так. Сейчас Мишка будет нашим проводником. Я, кстати, думал, а где вы, где фонарь? Так нет же, вот Мишка наш фонарь. В принципе, довольно-таки логично. Там не дотянуться. Значит, нужно взять стол. По-моему, передвижение этого стула создаёт такие шумы, что, я не знаю, все монстры, если бы они тут уже были, должны были прибежать и съесть меня. Трижды. Чё, знаете, страшно, даже здесь никого нет, просто банально страшно. Знаете, это звуки, которые издаёт обычный унитаз, когда его сливают. Ну, почему-то через уши ребёнка они звучат довольно-таки страшно. Да будет, да будет свет, сказал мальчик с Мишкой. В принципе, вот, какой совет я могу дать разработчикам сделать передвижение ребёнка чуть-чуть побыстрее. Ну, вот, немножко, совсем. Чёрт возьми. Да нет, вот, явно туда пройти не может. Давай, ребёнок, освещай. Это кабинет отца. Ну, явно, ребята. Так, тогда склад обуви, о котором мечтает каждая женщина. Но обувь здесь мужская. А, вот, женская. Знаете, какая ирония. Или это галоши были? Чёрт, мы застряли. Тут ещё более приятная музыка. Так, мы вполне можем забраться по ящикам, чтобы… Мне это кажется логичным. Вот, как добра… А, можно выдвинуть большой комод. Так, всё, теперь мы сможем открыть проход. Спальня родителей. Мне кажется, сюжет мог быть такой. В квартиру пробрались грабители, и ребёнок поэтому… Шугается. Скорее, шугается от меня. Чёрт, матери нет. Кровать под кровать. Чёрт, дверь открылась. А, ух… В принципе, уродникова. Под кровать легче всего. Шкаф там, и увидят, закрыть дверь можно под кроватью. Взрослые нас не увидят. Тем более, это ребёнок двухлей. Так, кто-то ломал… Явно пытался вломиться, но… Вот нам мама там поёт. Так что, ребят, я думаю… Я думаю, нам сюда. Мы что, кругом обошли? Мы оттуда, вот оттуда мы пришли. Я через шкаф пролез, в принципе. Хорошо. Здесь я явно был. Под кровать, под кровать, под кровать. Уже вернуться и проверить. Уже вернуться и проверить. Что-то нет. Так, безопаснее… Ну… м везде здесь 223 время как все монстры выходит погулять эти ребенок тащится в пузынках но он поет где-то справа из комода это как минимум странное место подвал какой странный проход в подвал такое ощущение что на какой-то сатанистский ритуал сейчас пришел это что яблоко Эдема в Ассасинскризе тут уже начинается мистик вот это уже не выглядит как мой родной дом в котором я жил не тужил ел кашу пачкал пеленки это похоже на какую-то печь что-то раскаленная парень куда ты полез у нас выбора аккуратнее аккуратнее